Ну и, конечно, сейчас мы все переживаем ужасные разочарования вообще во всех этих делах, но я могу сказать, что я, если говорить о том, я очень многие поступки Ельцина не могу вам простить, это то, что он назначил такого преемника... Которому ничего не стыдно. Который, во-первых, просто поднял опять, так сказать, то, что было отодвинуто историей, этот слой этих жадных, страшных, темных людей, которые представляли у нас самые страшные злые силы, за которыми стоят толпы казненных, окровавленных и так далее, и так далее. Вот что мне, так сказать, чего я простить ему не могу. Жить бы мне в такой стране, чтобы ей гордиться, только мне в большом говне довелось родиться. Не помог России Бог, царь или республика, наш народ ворует, пьет, гадит из-за рублика. Обмануть, предать, надуть, обокрасть, вот славно-то. Страшен путь во мрак и жуть, родина державная. Сколько лет все нет и нет, жизни человеческой мчат года, всегда беда, над тобой отечество. Наша нация постепенно превращается в нацию нерукопожатных людей. Это страшная перспектива, страшная. Все режиссеры, некоторые режиссеры, все равно. Это меня не утешает. Это уродская страна. Она, понимаете, какая-то горбатая. Помимо того, что она еще поедает своих детей, это я говорю сейчас уже о правительстве, которая преследовала и объявила войну собственному народу. Помимо этого, Самодурова вообще много. Ну, сейчас я когда читаю, что там идут выборы в Химках, должны проходить выборы в Химках, да, просто же это же не в программу. И что такое, почему вдруг, значит, там идет такая замечательная барышня Евгения Чирикова в мэры, да, и вдруг какие-то кандидаты в мэры тоже туда же, в Химки, отправляются, берут самотвод в пользу какого-то единоросса. И берут этот самотвод в пользу, то есть это были подставные люди, которые специально для этого там и сидят для того, чтобы вообще, так сказать, вы понимаете, правительство и государство идет на все низости, которые только существуют в мире и которые нам даже никогда не снились для того, чтобы не выбрали прогрессивного человека, для того, чтобы вообще кто-то из чужих, для них, для них из чужих не прорвался к власти и так далее. О чем вы говорите? Это, так сказать, народ ни при чем. Народ несчастный, он, так сказать, не виноват. Это, это вот гнусные правители, которые просто, так сказать, искривили психологию огромной массы людей, огромной массы людей, сделали их вообще, ну, вы понимаете, у нас же есть такое выражение нерукопожатный, ну, не хочется пожимать ему руку. Сколько у нас в правительстве таких людей, сколько у нас вообще таких людей вообще в жизни нерукопожатных. Вот запомните это слово, оно очень емкое, и оно, к сожалению, к нашей жизни имеет просто огромное значение, понимаете, огромное, потому что наша нация постепенно превращается в нацию нерукопожатных людей. Это страшная перспектива, страшная. Один мой приятель давно-давно, в 1960 году, аж сказал, страна большая и будет гнить долго. Он даже не представлял, насколько точен этот диагноз, что это будет очень долго. Я не знаю, понимаете, но когда во Франции хотели повысить, и в конечном итоге повысили там пенсионный возраст, что, чтобы он был там не в 65 лет, а в 67, чтобы на два года, то вся страна вышла на улицы, на баррикады и так далее, и так далее. Нам это не грозит, потому что индифферентность и безучастие народа по всяким социальным, гражданским справедливостям, вообще-то, несправедливостям, всем не ощущение, что это всем, на все наклевать глубоко. Поэтому я не знаю, я не верю. Я не верю вообще в то, что повернусь в хорошую сторону. Продолжение следует...